А мне слышно сейчас? Да. Я думаю, так будет лучше. У меня тут был запрос. Добрый вечер. У меня был запрос, а сколько же мы едим этого продукта? Может быть, это один единственный зал в Украине, который собирает людей. Я взял и почитал. С 24 мая 2016 года Украина съела продукта почти на 380 миллионов гривен. Представляете? Следующий. Половину с этих денег Америка собрать не смогла. Они остались у нас, в Украине. 190 миллионов гривен. Знаете на что? Компания 50% от всего оборота оставляет здесь в виде комиссионных партнеров, которые не молчат, не кушают под подушкой, просто рассказывают другим людям об этом. О культуре потребления, о культуре быть здоровым, заниматься профилактикой. Но это за 2 года и 1 месяц. Запомнили, да? 380 миллионов за 2 года с хвостиком. За этот год 165 миллионов за 6 месяцев. С ним комиссионными почти 83 миллиона. И за последний месяц съели почти на 43 миллиона гривен за июнь месяц продукта Украины. И за июнь только, за июнь месяц наши партнеры получили комиссионными 21,5 миллион гривен. И здесь в зале есть люди. Я, честно, уже не скромно говорить о себе. Мы входим по результатам прошлого месяца в 0,1% людей, более 7 миллиарда людей, в 0,1% по доходам. Не по состоянию, по доходам. Но огромное количество людей зарабатывают деньги. Много наших партнеров уже стали гривневыми миллионерами. И это только начало. Потенциал. У нас сейчас почти 16 тысяч клиентов и партнеров в Украине. Потенциал знаете какой? Свыше одного миллиона клиентов и партнеров. Ну да, спросите, зачем? Зачем мы этим занимаемся? Ведь, в принципе, у нас и в прошлом проекте были совершенно неплохие доходы. То есть ежемесячно мы пассивно уже получали доход в среднем 10 тысяч долларов в месяц. Можно жить. Для чего мы этим всем занимаемся? Я хочу сказать, что на сегодня, ну для меня лично, рейн это как инструмент. Инструмент для чего? Знаете? Нет? Инструмент для того, чтобы сделать нашу нацию счастливой, здоровой и успешной. Почему? Потому что нам в этой стране жить. Нам в этой стране, и не только нам, нашим детям жить в этой стране. Я очень хочу, чтобы мои дети, которые ходят в школу, у нас и пятеро, но двое ходят в школу, двое уже старше, младшее только пойдет через год. Я хочу, чтобы их одноклассники тоже были здоровы. Ведь это большой риск, когда кто-то в школе болеет. Я очень хочу, чтобы наши люди были радостными, счастливыми, успешными. Потому что есть, скажем, два крайних критерия. Один из них это бедные и больные, другие богатые и счастливые. Где хотелось бы жить вам? Сто процентов. Но, к сожалению, еще не все проснулись. Почему? Потому что пословица украинская «Моя катастроя». Мы все говорим о том, чтобы изменить мир, изменить страну. А что мы для этого сами сделаем? Чтобы изменилось что-то к лучшему, надо измениться самому. Согласны с этим? Да. Я очень хочу. Мы за 10 лет приехали огромное количество регионов. За 10 дней я приехал больше 4000 км. Сегодня я лег спать почти 3 часа ночи. Проснулись в 8 утра и за 2 часа, мы за Киевом, еще живем с той стороны, с Житомира, Пуча. Мы сюда приехали за 2 часа 15 минут. Я еще профессиональный автогонщик. Марина спрашивала, говорила, сколько километров. Так, не признавался, с какой скоростью у меня. У меня пока не самая. Не самая. Я за свою широкую жизнь приехал более 2,5 миллионов километров. И сейчас все мои навыки я дарю людям. Я огромное количество людей научил ездить на автомобиле. Полицейское разворотное сопровождение, это все, чтобы следовало меня 10 лет в моей оперативной и военной жизни. Сейчас 8,5 лет я дарю людям информацию быть здоровым и успешным. И то, чего достигли мы, я очень хочу, чтобы каждый из вас это сделал. Но самое печальное для меня, может быть не для вас, что не все этого захотят. От вашей жизни до той, которая может дойти, всего лишь одно мгновение. Это ваше желание и ваше решение. Но я очень хочу, чтобы, ну как минимум, чтобы вы были здоровыми. И этот продукт, это подарок на самом деле для всех нас украинцев. Потому что Украину не собирались открывать даже в 2020 году. И даже когда я договорился с владельцем завода, чтобы этот продукт сюда нам завезли, честно, первые полгода, если бы я тогда сказал кому-то, что нас все равно нет крови, возможно, ничего бы не случилось. Но моя большая вера и стремление к тому, что это все-таки произойдет, я в это верю. Мы достигли успеха. И вышли на определенные обороты, и компания Америка сказала, ну хорошо, ладно, вы такие упрямые, мы это сделаем. Ведь я, ну, мое личное убеждение, что украинцы на это заслужили. Ну вы-то с этим хоть согласны? У нас с веками кто-то завоевывал, нас с веками кто-то пытался уничтожить. Нас из 54 миллионов или 52, я не знаю, по-разному по счетам. Государство говорит одно, но уже говорят, что даже 36 миллионов. А сколько, ну, пора же это уже все остановить. Тысячи, миллионы, миллионы людей выехали за границу в поиске счастья. Я бы очень хочу, чтобы все они вернулись. И повторюсь, что такое. Рейн это инструмент. Если была бы другая компания, по другим названиям, но с самым лучшим продуктом, я был бы в ней. Я очень хочу, чтобы этот инструмент сделал нас всех здоровыми в трех категориях. Здоровыми духовно, здоровыми физически и здоровыми финансово. И для вас сделано все. У нас есть авторская программа, система 5 касаний, которая каждого из вас может сделать богатым. Но не все это сделают. Я это знаю. Статистика, закон Паретта, никто не отменял. Еще раз повторюсь. То есть 80% населения так и остаются на том месте, где они есть. Почему? Лень разобраться. Мы все, знаете, горе от ума. Мы все обо всем знаем. У меня есть мой знакомый, который смотрит туда и путешествует. Он с Украины ни разу не выезжал. Но он всегда обо всем знает. Он каждую страну почитал по интернету. Мы за последние два года посетили более 30 стран. И в большинстве случаев мы уже едем с нашими партнерами, с нашими друзьями, с нашими единомышленниками. Знаете, единомышленники это круче, чем друзья. Это я узнал уже спустя несколько лет, когда я пришел в ФМЛ. До этого у меня были только друзья. Я считал, вот друзья какие классные. Оказывается, сейчас я смотрю как со стороны. Знаете, кто такие друзья? В кавычках. Это те люди, которые приходят к нам в гости, или мы к ним, или в гости, выпить немножко чаю и пожаловаться. Пожаловаться на что? Что у него все плохо. И знаете, это уже перерастает в какие-то соревнования. Один говорит, у меня так плохо. Он говорит, да что у тебя, у меня еще хуже. Кто такие единомышленники? Это те люди, которые умеют радоваться. Те, которые не воспринимают уже негатива. То есть, ведь стресс это тоже одна из причин болезни. Я уже не говорю о том, что в Чернобыль рядом. Мы где в городах ездим, знаете, у каждого свой Чернобыль. И не только сам Чернобыль, да, и самолеты поливают, и воробьи падают, и все прочее. Кто-то нас уничтожает. Ну, мы в этом сами участвуем на самом деле. Кто-то покупает себе соки, кока-колы и все прочее. Мы, Марина разработала алгоритм здоровья. Это не значит, что мы съели пакетик, и мы уже здорово. Это значит, или съели пакетик, закусили поросенками и ожидаем, что сбросится вес. У меня тоже есть результат. Мой предыдущий вес 123 килограмма. Сейчас я уже начал набирать вес, потому что растет чуть мышечная масса. Я еще и занимаюсь физкультурой по исследовательству, по волкису. Те, кому интересно, вы видите волкис. 15 минут в день, 4 раза в неделю. Замечательная программа, без тренажеров, без ничего, дома, без штанги. Дома все можно сделать самостоятельно. Мы превратим нашу планету, мы превратим нашу страну в следующий сад. Но для этого нужны большие мероприятия. И вот один из билетиков я такой... Где билетики? Это дворец культуры Украины. 3 ноября. Мой технический директор уже меня удивил очередной раз. Это самое дорогое мероприятие в этом году среди всех МЛМ-компаний. Мы вышли из бюджета 2 миллиона гривен. Ну, я, точнее, вышли. Почему? Потому что я хочу, чтобы для каждого из вас это был минимум. И по цене, и для каждого из вас это был максимум по информации, по наполнению. Здесь будет и Барин Биллка, основатель президент компании, человек, который сделал себя с муня. Это очень успешный мультимиллионер, бизнесмен, который дает очень легко вещи, благодаря которым вы сможете стать успешным. Кристина Кук, разработчик этого замечательного продукта, ученый, который будет говорить о продукте, также будет новинка осенью. Я не имею права вам рассказать, что это. Но для вашего региона особенно она будет нужна. Она будет совершенно в новой форме. Это продукт здоровья. Скажем, с намеком, у вас здесь рядом Чернобыль, поэтому эта новинка будет вам очень нужна. И аналога в мире не существует, мы ее сейчас тестируем. И это один день будет стоить 900 гривен. Но если вы хотите пригласить своих друзей, я вам помогу в этом. При покупке пяти билетов, цена билета будет на 100, каждый билет на 100 гривен меньше, по 800 гривен. Если возьмете 10 билетов, то каждый билет обойдется вам по 700 гривен. То есть я еще мотивирую людей прийти бесплатно, пригласить друзей. Но есть еще другой билет на два дня. Я его сильно не промоутирую. Лично у меня, у Наташи осталось сколько? Где-то 30? Да, у нас билет осталось. И у меня около 30. Всего 1000. То есть на этот надодневный зал 3500 человек. И меньше 2000 билетов еще осталось. На этот осталось 50-60 билетов. Всего зал на 1000 человек. Спецтренинг от Гуру. Я себя пока Гуру не имею право, наверное, на знак. Но тем не менее, я тоже буду делать. Я вам дам те инструменты, ту систему, благодаря которой вы очень быстро вырезаете финансы. Будет Байрон Белко, который в своем проекте когда-то, еще 26 лет, за 10 лет стал номером один в американском миллиарде. на проекте. И сейчас он президент и основатель. И будет искать Кимкусевич. Слышали? Да. Вы знаете, сколько он стоит для человека? Да. Вот 500 долларов. Мне для вас подарок. Я его купил на 4 часа. И цена вопроса 2 дня. Первый в дворе с Украиной. И второй на спецтренинг будет стоить для вас 1300 рублей. Те, кто желающие, вы просто должны быстренько подойти к Наталье, чтобы выхватить оставшиеся 7 лет. Это будет 4 ноября. Что будет дальше? В следующем году, я не скажу, но это будет звезда мирового масштаба, будет приглашен в марте месяца на спецтренинг. И у меня цель через 7, максимум 10 лет делать так, чтобы у нас было 10 миллионов. Если мы хотим, чтобы страна изменилась, не надо ругать того, кто у вас. Ведь это наше отзеркаливание большинства людей, которые голосовали. Когда нас будет миллион людей, совершеннолетних, здравомыслящих, осведомленных, то никаких переворотов, выборов не надо. Просто придет новый человек, тот, которого мы захотим. Один из нас. И мы заживем счастливое время. Спасибо.